Итак, как в старые добрые времена, как говорил Николай Гордеев, доброе утро, товарищи! Начинаем занятие утренней гимнастикой. Встаньте прямо, пятки вместе, носки в рост. Владимир Леднев – спортсмен с 35-летним стажем. Ровно в 7 часов утра он приглашает всех желающих приступить к физическим упражнениям. Комплекс утренней гимнастики, разработанный еще в советское время, включает ходьбу на месте, подтягивания, наклоны и повороты корпуса, махи руками, ногами и бег. История массовых занятий физкультуры берет свое начало в 20-х годах прошлого столетия. Тогда впервые была организована рабочая спартакиада. Сегодня солнечногорских любителей утренних упражнений можно сочетать по пальцам. Как оказалось, это те, кто уже не один год занимается оздоровительным бегом. Бегом я занимаюсь 4 года. Нравится, чувствую себя бодренько. После бега хорошо плоснуться холодным душем. Многолетние занятия бегом позволили таким людям выработать собственную программу физических упражнений. Но, несмотря на это, проведение утренней гимнастики они считают хорошим способом привлечения горожан к спорту. А разве плохо? Ребята выходят, молодежь, бегают. Отлично. Конечно, хорошо. Никого? Для всех, не молодежь. Сами будете заниматься гимнастом? Да. Больше и больше народ тянется к занятиям. И в спортзалы идут. И самое приятное, они утром занимаются. Иногда вот и в 5 утра, и в 6 утра. Вот с 5 утра начинают. Кто легким бегом бегает, трусой. Кто занимается физическими упражнениями, гимнастическими. Кто плавает. Пока солнечногорские спортсмены-любители разрознены. Но спортинструкторы уверены. Возвращение традиционной утренней гимнастики позволит создать группу для проведения массовых занятий спортом. Продолжение следует.